Привет! Всех приветствую на моем канале «Марафон здоровья и разговорный марафон». Выхожу на ходьбу, хожу, пройдя 7 километров, включая потом только телефон и записываю видеоотчет, что я ходила, и свою ходьбу называю марафоном здоровья. Почему марафон ходьба? Потому что каждый день, и сегодня уже 280-й. Почему здоровье? А просто так, потому что так хочется. И еще часто говорю, выходите за здоровьем, да? Выходите за здоровьем, выходите на здоровье. Хотите? Нескладно такая у меня речь, но зато настроение хорошее. И даже не помешала мне такая ситуация сегодняшняя на озере. Ну, в общем, я хожу на озеро. Значит, до озера около 6 километров. На озере купаюсь и иду обратно в столько же 6 километров. В общем, вот такая вот у меня к моей ходьбе добавились еще водные процедуры. Вот я не знала, что там такое хорошее озеро. Так бы раньше ходила, купалась и загорала. Но сегодня такой вот инцидент произошел. Купаюсь я там. Уже знакомая есть. Познакомились. Она тоже по утрам ходит. А потом смотрю, что-то возле моих вещей как-то много людей. А выхожу на берег, присматриваюсь, пока иду. Просто вообще в наглую лежат на моем покрывале. Какие-то неадекваты. Может быть, наркоманы. Ну, в общем. Улеглись. Почистили мою сумочку. Я подошла. Они мне телефон возвращают. Уже из своих вещей достают мой телефон. Представляете? Вот. Я говорю, спасибо. Они говорят, да, вот видите, какие мы хорошие. Даже могли бы забрать, но не забрали. Я поблагодарила их, собирая свои вещи. А они мне еще... Мы такие вот хорошие. Даже вот деньги не взяли у вас. Я говорю, спасибо, спасибо. Да. Так что бывают вот такие моменты. И это сразу огорчает. Огорчает почему? Потому что думаешь, стоит ли ходить одной. Стоит. Просто нужно поближе к кому-нибудь знакомым. Заводить знакомство и быть вместе. Это точно. Если родные и близкие не могут пойти. Нужно заводить знакомство. Дружба это всегда хорошо. Потому что я уже подружилась с одной. Но теперь мы будем просто купаться по очереди. Деньги все-таки забрали. Но главное так, чтобы, видите, чтобы я не стала проверять. Они такие вот... Мы даже деньги не тронули. И я такая уже иду с озера. Вышла на шоссе. А там маршрутка. И вот что значит испортить настроение. Я сразу... Может, на маршрутке поехать? А потом... Стой! Я-то вообще-то хожу. Тут марафон свой. Какая маршрутка? А потом еще вспоминаю. Да и деньги у меня все украли. Да. И вот это вот... Минутная слабость, да? Когда человека расстраиваешь. Так уже ничего не хочется, да? Ой. Но это действительно минутная слабость. Все нормально. Все окей. Вот. Даже... Даже если бы потеряла телефон. В смысле, в таком вот плане. Украли. То я бы расстраивалась не очень долго. Но достала бы свой предыдущий телефон и пользовалась бы им. Вот. Вот. Все главное, как мы реагируем на все события. Это самое главное. И если бы я ныла и страдала по потере телефона, вот это бы для здоровья было бы плохо. Но... Это просто я так... Мысли вслух. А теперь разговорный марафон. Про что сегодня хочу поговорить? Про здоровье. Жарко, но хорошо. Для здоровья, да? Ну... Вот в таком же плане. Как и все ситуации или какие-то потери. Как мы реагируем на это? Такое, как говорится, и здоровье у нас будет. И... Хотела что-то интересное придумать, но не получилось. Значит... Мысль... Мысль... Мысль улетела хорошая. Мысль улетела хорошая. В общем... Хожу я и наблюдаю такую картину. По дорогам, возле шоссе, у нас там много всяких попадается плодовых деревьев. Вишня, шелковица. И шоссе буквально три метра. Три метра от шоссе. Да представляете, какая... Какая там экология ужасная. Но люди умудряются просто игнорировать это. И кушать вишни, кушать шелковицу эту. Это что-то страшное. Вот. А вообще-то люди взрослые. Это же не то, что дети. Маленькие, да? Берут и рвут какие-то ягодки и кушают. Взрослые. Я просто представляю, как нужно было учиться в школе, чтобы не знать таких вот элементарных вещей. Что можно делать, а что нельзя. Сколько выхлопных газов, сколько на ближайшие метры от дороги легло. Ужасно. А люди все равно. Им хочется кушать на халяву. Бесплатная же растет. Вот. Так вот. Вот эта халява не заставит себя долго ждать и вылезет в какую-то проблему. Вот. Оно нам надо? Нет, нам такое не надо. Так что запоминайте. В городах, где много машин, возле дорог. Не кушать никаких ягод, никаких фруктов и никаких трав лекарственных не рвать. Либо, например, в городе нельзя. Почему? Потому что очень-очень много выхлопных газов. Очень... Ой, не будем химические элементы называть. А у меня рука уже стала держать. Просто... Просто как с чем сравнить. Вот, если вы знаете, что под домом стоит у вас какое-то плодовое дерево или липа. Вот. А вы, например, живете на девятом этаже. Загляните, какая пыль у вас на девятом этаже на окне бывает. Да? Не снаружи. Не внутри квартиры, а снаружи. Там настоящий мазут. Так вот это вот... Сколько этого мазута всякого на листочках в земле. В общем, жах. Нельзя, просто нельзя такое делать. Вот. И... Что я еще наблюдала? Есть такое дерево ирга. Кустарник, дерево. И я его встречала. Стоит на дороге. Вот. И я смотрю. Ну, никто не ест. Я думаю, молодцы. Знают, что нельзя возле дороги есть. Возле дороги. Кто-то здесь потерялся. Со всех сторон кричат. В разных сторонах далеко потерялись. В общем, перебивают меня. Ну, надо договорить свою мысль. И я думаю, молодцы, какие они рвут. Эту иргу. Знают, что дорога рядом, машины ездят. Нет, не знают. Кто-то все-таки не знает. Обобрали. Все съели. Как говорится, все порвали. Есть такие растения. Вот, например, это ирка, которые очень накапливают. Если возле них какое-то загрязненное что-то, они в себя это вбирают. А мы кушаем такие вот загрязненные продукты, а потом думаем, а чего это вдруг? У нас я такая здоровая, я такая спортом занимаюсь. откуда у меня болячки всякие вылезают, да? Да. Такие вот нравоучения. если дерево растет возле дороги, пусть оно себе растет, пусть эти вишенки или шелковицы висят просто так для красоты. Нельзя кушать, ни в коем случае. А особенно запомните, если это растение ирга. Еще их называют винные ягоды. Оно полезное. Но только если растет в чистом месте. А на сегодня все. Всем хорошего настроения, несмотря ни на что. и любая ситуация, любая, какая бы ни случилась ситуация, не знаю, что сказать. Это чисто ваше отношение к этой ситуации. Все. Пока-пока.